Приветствую, дамы и господа, это FreeStudio21.com Продолжаем разбирать Academic Reading, ILTS Это вторая часть текста The New Way to be a 5th grader Изначально Тоддерсон считала, что Кен Академия будет просто полезной помощью или полезным дополнением к её обычному преподаванию Итак, на что мы здесь обращаем внимание? Ну, в первую очередь, это слово instruction Потому что мы привыкли, что instruction – это какая-то инструкция А здесь непонятно, куда оно вообще относится и к чему На самом деле, instruction – это teaching Обучение, скажем так, не так преподавание, как обучение Далее вот это интересное Helpful supplement Ну, helpful можно понимать как полезный Ну, как по-другому ещё Можно дополнительный, но лучше полезный Потому что supplement – это дополнение Иначе говоря, это useful help Можно important help поставить, если нравится Но суть от этого никак не изменится Ну, а supplement пусть нас не пугает Можно было бы здесь ещё addition поставить Ну, и merely – это то же самое simply Это одно к одному то же самое Но можно сказать, что это just Просто усилитель, не более того But it quickly became far more than that Но это быстро стало большим, чем это Здесь вообще ничего не понятно Значит, it – это can academy А that – это useful supplement То есть, can academy как бы переросла Просто там какую-то помощь Или оказалась больше, чем просто Какая-то помощь, даже значительная Far more – far усилитель В данном случае, то есть, значительно Здесь much могло бы быть в принципе Much more – тоже вариант She is now on her way to flipping the way her class works Ну, вот здесь way два раза Это, ну, как, наверное, это не самый лучший вариант Сейчас она в процессе, как бы, это Разворота на 180 градусов Той манеры, в которой работает её класс Итак, on her way И дальше to Ну, если дословно на пути к Можно было бы сказать Going to flip Ну, тоже было бы верно Далее вот это второе the way Это другое way Это не то, что раньше Это manner Здесь это манера Способ Иначе говоря, предложение можно было бы Перефразировать так She is now changing the manner her class works Ну, и если кому-то не нравится continuous Можно сказать She is about to change Вместо flip Почему здесь flip вообще стоит? Можно же change поставить Зачем это flip? Дело в том, что в отличие от change Которая значит просто какие-то перемены И при этом не совсем понятно какие Flip это коренные перемены Это вот перемена, поворот на 180 градусов То есть радикальный поворот Почему именно 180 градусов здесь важно Потому что flip растёт из карточной игры Это перевернуть карту Когда я говорю I do a flip Это значит карту Я беру И переворачиваю Было лицо А я перевернула Рубашкой вверх И вот это flip Или наоборот Она лежала лицом вниз Я её перевернула лицом вверх Вот что такое flip То есть это Ну, совершенно другое что-то Сделать или внедрить Это значит Или планируется Заменить некоторые из её лекций На видео Хана Которые студенты могут смотреть дома Ну, здесь самое интересное Наверное, вот это Replace Чего-то, чего-то То есть когда я хочу сказать Что мне нужно заменить что-то на что-то Мне нужно replace Дальше something То есть объект номер один Дальше wish А дальше something 2 Теперь зачем там involves Если мы слышим This involves Можно, конечно, говорить Что это использует Замену чего-то на что-то Ну, как бы да Это правильно будет Но это некрасиво Это по большому счёту This means Но при этом Means Это не в смысле значит А в смысле намеревается То есть иначе говоря It is planned У них такой план Then in class They focus on working On the problem areas together Затем в классе Или на занятии Они фокусируются на работе Над трудностями Или над трудными местами Вместе Focus on То есть concentrate По большому счёту Или pay attention Если угодно И вот это Problem areas Это difficulties Идея в том, чтобы перестроить Ритм работы школы В обратном порядке Так, чтобы лекции Дети смотрели дома В свободное время А домашнюю работу Делали в школе The idea is Очень хорошее выражение Замысел в том, чтобы Почему чтобы? Потому что дальше У нас инфинитив То есть иначе говоря Если я хочу сказать Что мой замысел состоит В том, чтобы Что-то сделать Мне надо The idea Или my idea В принципе тоже правильно будет А далее у меня Инфинитив Будет показывать мою цель Что именно я хочу сделать Ну, наверное Я здесь не invert напишу Я просто напишу To do something Теперь invert Ну, по большому счёту Переставить в обратном порядке То есть, когда у меня был Прямой порядок Это будет direct А вот такой порядок Наоборот Это inverted Едем дальше Normal rhythms Ну, можно говорить нормальные ритмы Но можно сказать и schedule Можно сказать manner В конце концов Work тоже можно Здесь вариации на тему Далее so that И далее начинается что-то Вот это so that Это первый симптом того Что у нас дальше тоже Цель намерения Это чтобы что Мы привыкли, что у нас Цель обычно показывается инфинитивом И так это и в принципе делается Но иногда цель настолько обширна Но что показать её инфинитивом Достаточно сложно Поэтому можно и предаточным предложением Для этого надо обязательно so that Или как вариант so as that И дальше подлежащее Всё как обычное предложение Ничего особенного Вот эту вот всю вещь Можно было бы сказать Если я не хочу so that И предаточное предложение To view lectures at home And do homework at school Но здесь просто очень много пропадает Здесь children's own time Можно, конечно, его тоже поставить Но я не знаю Мне кажется, что это будет не очень удачно Поэтому решение с предаточным предложением Иногда короче и понятнее Чем с инфинитивом It sounds weird Toderson admits But this reversal makes sense When you think about it Это выглядит странным Признаёт Toderson Но такая перемена понятна Когда вы о ней задумаетесь Или подумаете над ней Здесь think about it Это не просто Как это подумай об этом Это подумай больше над этим Здесь и think over Тоже могло бы быть Обдумывать как бы Далее reversal Это в принципе inversion Ну или change Или flip И всё, что мы до этого видели Здесь вариации на тему одного слова Далее вот это Makes sense Очень хорошее Comprehensive Или comprehensible Здесь это действие У нас это состояние Поэтому иногда переводить Достаточно трудно Weird это strange По большому счёту И обращаем внимание Что использовано слово sounds Это не значит, что обязательно звучит Это seems Это кажется Поэтому когда мы видим sounds Looks или seems Это по большому счёту синонимы Именно когда они делают домашнее задание Студенты сталкиваются с реальными трудностями С предметом И более всего хотят с кем-то о нём поговорить Ну или об этих трудностях поговорить Здесь мы имеем emphasis Это фразовое выделение Вот Дальше вот И дальше вот это Для чего это делается Ну в первую очередь для того Чтобы выделить аргумент Потому что мы только что говорили о том Что это всё выглядит очень странно Но тем не менее это всё понятно Если вы об этом подумаете Ну а теперь мы собственно должны подумать Ну просто исходя из логики уже абзаца Поэтому фразовое выделение очень хорошо Когда мы выдвигаем свои аргументы В пользу или против Это уже не важно И техника обычно такая Мне надо it is Это не обязательно в настоящем времени может быть И в прошедшем может быть И в будущем Но обычно в простых временах Дальше у меня должно быть слово-связка То есть когда, где, кто и всё такое То есть может быть when, может быть were Смотря что я выделяю Здесь и what может быть Здесь и who может быть И how может быть Ну по большому счёту Все эти слова, которые бывают В объяснительных предаточных предложениях Или в вопросах Дальше у нас предаточное предложение Close И надо понимать, что вот эта часть Это вот то, что мы хотим выделить Дальше будет that Оно связано с it is А дальше главное предложение Ну здесь по сути главная мысль То есть мы выделяем некий нюанс Главного процесса Или некий момент Который очень важен в главном предложении Вот для чего это надо Ну вот если глянуть на предложение Ещё раз Вот наши it is Вот when Дальше close Дальше that И дальше main close Ну и до самой точки Это main close Вот это grappling with the subject По-другому можно сказать Struggling with the subject Или иначе говоря Have difficulties И далее while Dealing with the subject Но если мы так напишем У нас естественно предложение Будет в два раза длиннее Поэтому grappling Прекрасно спасает ситуацию Most likely Это для того Чтобы модальные глаголы Не ставить Потому что иначе Should пришлось бы ставить Предположение С большой долей уверенности And Khan Academy Provides teachers With a dashboard application That lets them see The instant the student gets stuck И Khan Academy Предоставляет преподавателям Приложение со специальным инструментарием Которое даёт им возможность Видеть или позволяет им видеть То место Где у ученика Возникают трудности Вот это gets stuck Бесподобно Можно дословно его понимать Как застрял Далее Dashboard application Ну и application Аппликация Приложение Приложение с панелью инструментов Скажем так Вот это dashboard Далее обращаем внимание Что provides у нас With Обязательно И вот это instant Можно было бы, конечно, сказать, что это place Но это будет не совсем верно Скорее spot Почему? Потому что это не просто место физическое Это момент во времени То есть человек проходил материал И в какой-то момент он застрял Годами преподаватели, такие как Тодерсон, жаловались на разочарование При обучении или преподавании Середине класса Обращаем внимание на предлоги Комплейн нужно about И вот это frustrations По-другому говоря, можно сказать disappointment То есть, скажем так Crashed expectations Тоже вариант Они стоят возле доски, пытаясь заставить 25 или более студентов Или учеников Обучаться с одинаковой скоростью Ну, здесь опять же всё очевидно Обращаем внимание на get Это causative form у нас, кстати Он активный, causative form Значит, вот это у нас to get Здесь в causative form вообще бывает только have и get Других глаголов и не бывает Далее первый объект Вот он у нас И далее второй объект Infinitive Ну и дальше как Можно было бы переводить как Они стоят и пытаются сделать так Чтобы 25 студентов учились Ну, тоже правильно будет И at the same pace С одинаковым шагом Тоже хорошее выражение По-другому говоря At the same speed Но speed обычно к таким вещам, как обучение Или даже просто умственная деятельность Не используется Хотя технически они очень похожи Можно ещё tempo Вот, tempo лучше будет В одинаковом темпе Ну, напишем так Ну, окей Едем дальше Advanced students get bored and tune out Legging ones get lost and tune out And pretty soon half the class is not paying attention Продвинутым ученикам становится скучно И они отключаются Отстающие ученики теряются и отключаются И очень быстро половина класса не обращает внимания Ну, имеется в виду на материал Итак, advanced students И lagging students Но вот это once, это students имелось в виду Можно себе запомнить Как противоположность Здесь успевающие Продвинутые Как угодно А здесь отстающие Дальше интересное выражение Tune out У него антоним Tune in Включаться Ну, здесь по аналогии с радио Которая ловила волну Радиоволну И на неё настраивалась Ну и когда волна куда-то уходила Radio tune out Вот эти выражения оттуда Get bored Вот ещё одно интересное выражение Когда мы видим I get bored Мне стало скучно Или мне становится скучно Это переход в состояние Get lost Теряться Точно так же, как потеряться Где-то на местности Терять нить повествования Тоже можно Ну и вот здесь можно остановиться Итак, ссылка на скриншот Будет в описании видео Ссылка на книжку Также в описании видео Ссылка на плейлист Также в описании видео Там много по ILTS И по Academic И по General Если вам мало этих текстов Добро пожаловать на Спонсорство И на чтение неадаптированных текстов На Patreon так же Там тоже это всё есть Три копейки, оно всё ваше Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры создавал DimaTorzok